06 Генеральный спонсор программы «Муниципальные предприятия. Центральный рынок». «Муниципальные предприятия» 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 «Муниципальные предприятия «Муниципальные предприятия» «Муниципальные предприятия» «Муниципальные предприятия» «Муниципальные предприятия» «Муниципальные предприятия» «Муниципальные предприятия» там, садятся на наркоту, все дела. Хотя, с другой стороны, их можно понять. Им тоже нетрудно, когда ты являешься сыном какого-то популярного человека. Да, ребенком звезды быть сложно. Это очень трудно, и поэтому мне их и жалко. И я им не завидую. На кого похожа ваша дочь, и на вас, и на вашу жену? 50 на 50. Кто видит меня, а жену не видит, говорят, что в копейку я. Кто видит жену, не видит меня, говорят, что в копейку она. Если бы вы не пели? Я бы до сих пор работал или грузчиком, или не знаю где. Потому что с бизнесом у меня что-то сложновато. Я не шустрый, не могу шуршать. Скорее всего, был бы таким же рабочим, как и был раньше. А сколько вы подвижны? Вы утром просыпаетесь, глаза открываете, о, Боже, у меня вот это, вот это, вот это, вот это. Вы подвижны или вы энергны? Нет, энергии у меня хватает то же самое, что и раньше. Я себя так чувствую. Вот, чисто морально чувствуешь, что ты взрослеешь и сможешь немного по-другому на жизни. Вы считаете, что вы взрослеете? Да. Обычно мужчины в таком возрасте уже матереют? Вы юны? Да, я в душе еще ребенок, да. Это слышно по песням. Скажите, вы используете ненормативную лексику, вы, в общем, вот, и вы никогда не перешагиваете грани, вы не уходите в вульгарность, вы не становитесь в вульгарном. Я слушаю вас, и вы знаете, когда начинается, в общем, так откровенный мат, мне делается просто смешно. Как вам удается не стать вульгарным, используя крепкие российские выражения? Ну, потому что я не стремлюсь ругаться матом. Просто бывают такие песни и такая строчка, что именно без этого слова не обойтись. Если ее заменить, это будет уже не так звучать. Ругаться матом надо просто уметь. Это своеобразный талант. Пилотаж такой нужен? М? Пилотаж такой нужен? Да, просто я когда, помню, был маленький, и так же старался что-то ругнуть, все, у меня старший брат сказал, если не умеешь ругаться, лучше не ругайся. То есть вы используете мат, используете вот эту вот лексику только в песнях, а в жизни у вас, я смотрю, совершенно нормально, я в интервью слышала других, у вас очень приличный литературный язык. Есть такая русский мат называется, там матом кроют генералы, матом кроют продавцы, то есть вся страна наша ругается. Если бы были в Госдуме на совещании без телевидения и видели бы, что они там вытворяют, они ругаются хуже сапожника. То есть практически ругаются все. Если у меня дома иногда выскочит мать, мата даже при детях, я не зарубаюсь, потому что они на улице услышат сто раз его больше, так и так. Самая такая песенка для самых маленьких, начиная от годика и до трех. Детская песенка, Снегурочка. Продолжение следует... Не слышу! Вот так вот, отлично. Детская песенка, Снегурочка. Детская песенка, Снегурочка. Детская песенка, Снегурочка, Снегурочка. Снегурочка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Как это решается? Вы знаете, кто пьет, кто наркотики, кто что-то, я предпочитаю... Это провести время с близким человеком, с хорошими друзьями. Скажите, а вот та команда, в которой... Только не оставаться одному. А та команда, в которой вы работаете, это единомышленники? Это те люди в любой ситуации, с которыми можно говорить о чем угодно, или у вас другие какие-то отношения к команде? Нет, мы приятели в коллективе, да. Не сказать, что друзья, потому что в Воронеже у каждого своя тусовка, своя жизнь. Ну, уже взрослые люди, они же не гуляют по улицам. У каждого свои девчонки, жены. Ну, когда чего надо, мы всегда друг другу помогаем. Всегда. А по музыкальной линии они не единомышленники, потому что каждый любит свое. Можно даже рассудить по инструментам. Гитарист любит Стивэя, Ван Халлина, то есть гитарные дела. Барабанщик любит барабанные дела. Мне в последнее время нравится рэп, потому что я как певец, а там в основном говорят. Вот. Ну и каждый музыкант у нас индивидуален. Каждому нравится совершенно другая музыка. Вот русский человек, очень певучий человек. Скажите, пожалуйста, вот когда, допустим, никого нет дома, когда вот такое настроение, вы что поете, чьи песни? Пою или слушаю? Ну, вы знаете, вот кто-то человек по квартире мурлычет что-то про себя. Вот бывает у вас такое? Я пою рэп на английском языке, то есть на рыбьем языке, на птичьем. На птичьем. А из своих что больше? Кстати, а птичка, а? А из своих что больше? Свои я не пою. Они мне так уже надоели. Ясно. Я вас перебила, вы сказали, кстати, а птичка. Ну, то есть на птичьем языке я пою. Я английский не знаю, так что-то ломаю. Мне просто в последнее время нравятся такие группы, как Арбанс Дэнс Квот, Клау Фингер. Тяжелый рэп. Тяжелый рэп. И в последнее время моя самая любимая группа, это Инсайн Клон Посс. Когда-нибудь доводилось вам детям пить колыбельные своим детям? А, ну, когда они маленькие, грудные были, мурлыкал, конечно. Ваше отношение к наркотикам, я уже слышала, что вы говорили, что вы пробовали многое. Да, я еще расскажу, что перепробовал практически все наркотики, но ни к одним не привык и не собираюсь привыкать. Потому что все это зло, и я не хочу зависеть ни от чего. Вы пробовали из любопытства или из какой-то такой сайли? Из любопытства, конечно. Скажите, как вы предпочитаете отдыхать? Это природа, дом, квартира, друзья. Какой у вас отдых? Мой любимый отдых, это в первую очередь природа. Ну, иногда можно по сей день на хате с нормальными людьми. Были ли вы где-то за границей? Какие страны предпочитаете? Отдых река, море, что ваше? Любимый, это, конечно, море, песок. А были мы в Западной Германии и в Израиле. Мы выступали там перед эмигрантами. Вот. И мне больше всего нравится южная страна. Но только, чтобы было не очень жарко, а так нормально. Следующая песенка, короче, называется «Песенка». «Песенка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я хочу им пожелать, чтобы они остались живы при их нелегкой профессии и чтобы они не потеряли свои конечности, ни руки, ни ноги и не потеряли голову от этого, потому что от этого им некоторые исходят с ума и потом, после этого особо не спивались и не уходили в себя, то есть держали себя всегда в руках и, прежде всего, хорошего здоровья. и острого глаза, чтобы они целились хорошо и не промахивались. Иначе врага не убьёшь, он убьёт тебя. Вечером на нас находит грусть порой. Порой сердце ноет, сердце бросится домой, домой. Звоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет рогами. Домой, домой, пора домой. Звоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет рогами. Домой, домой, пора домой Лучше молодым не убить, а не воевать, не убивать Нет собьё, а руки девичьи в руках держать Пуля просвистит пронзительно, АКМ стрещит презрительно Плевать, плевать, на всё плевать Пуля просвистит пронзительно, АКМ стрещит презрительно Плевать, плевать, на всё плевать Мальчики опять надеются, что бой, последний бой Ждут они, когда приказ придёт домой, домой Голуби сваргуют радостно, И запахнет воздух сладостно Домой, домой, пора домой Голуби сваргуют радостно, И запахнет воздух сладостно Домой, домой, пора домой Утром солнце вспыхнет весело над той горой Наконец мы снова встретимся с семьёй, с братвой Солнышко пригреет лучиком, И в ушка помашет фрутиком Домой, домой, пора домой Солнышко пригреет лучиком, И в ушка помашет фрутиком Домой, домой, пора домой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я слышала, что Вы говорили о том, что Вы очень любите И с самого детства читаете мистические книги Это так? Да Я не поверю в то, что человек увлекается мистическими книгами Никогда в жизни не сталкиваясь с чем-нибудь мистическим Скажите, пожалуйста, доводилось ли Вам видеть нечто потустороннее Или Вы думаете о том, что что-то видели То есть любой здравомыслящий человек, впервые сталкиваясь именно с чем-то мистическим Начинает вначале не верить в себя, то есть в способности своей головы Ну, к примеру, возьмем армию Когда я один раз встал на посту У нас за 30 километров от счастья был пост в лесу Склад боеприпасов Я прикорнул немного на вышке Деревянная вышка такая Вот, и мне стал сниться сон, что надо мной наклонилась какая-то старуха Так мерзко засмеялась И я резко проснулся Я как раз в это время В кустах пошел шорох Потом оказалось, что он был беглый преступник И, скорее всего, мне кажется, если бы я не проснулся Он просто, наверное, охотился за моим автоматом Скорее всего, он мог меня придушить Вот, второй вариант В городе Луганске Мы жили целую неделю И выезжали по мелким там городам По области Там Красный Луч, Стаханов Вот, и я пять дней спал на кровати На одной Потом на шестой Мы там крепко нарезались В соседнем номере Я уже встал Ну, все, я пошел спать Мне пацан говорит Давай еще немного выпьем Ну, я еще два стакана накатил И там отрубился И в эту ночь упал потолок на мою кровать И разбомбил его вдребезги То есть, если бы я пошел спать Я бы с вами уже не стоял Так, ну, третий вариант Писали я Это не со мной было Это писали в газете Украинская правда, что ли На украинском языке написано У меня дома еще есть вырезка Короче, пацан купил кассету Сектором Поставил его в маитофон Ну, стал слушать А потом маитофон сам стал Все время включаться И крутить этот Сектор газом И как его не выключали Из розетки выдергали Он все равно работал Пока взяли кассету Разломали ее, выкинули Зато он перестал работать Не знаю, правда или нет Это было написано Можно еще вспомнить Но я пока еще Надо подумать Скажите, пожалуйста Когда люди Вот знаете Сталкивающиеся с неким Мистическим проявлением В их жизни Обычно задают себе вопрос Кто ты? От Бога или от дьявола? Вы от кого себя считаете? Я от Бога себя считаю Вы Бога веруете? Да, по-своему То есть в церковь вы не ходите? Хожу Ходите? Ну, верю по-своему Я уверен, что каждый человек верит в себе на по-своему То есть Бог живет в вашей душе? Конечно Вы прекрасно знаете, что существует понятие аура Что, допустим, я знаю, что она существует Ваша аура в вашем представлении какого цвета у вас? Она разноцветна бывает? Я не знаю, какая у меня аура, какого цвета Я просто, когда я попал, помню, в одну потасовку в Москве Мне здорово досталось Ну, конечно, и я там, и тем досталось Но нам тоже Вот И у меня были отбиты ребра Я сходил к неплохому экстрасенсу И она сказала, что у меня очень мощное биополе Ну, когда она прислоняла этот висячий болтик на веревке То есть она отклонялась практически до самого конца квартиры Вот, говорит, мощное биополе и очень большая энергия Да, это слышно Руку протяните вот так, как ладошка О, слышите? Как много Я не слышу Я слышу очень сильного от вас Есть ли в жизни чего вы боитесь? Вот я, допустим, боюсь высоты, глубины, тишины, темноты То есть очень многого Есть ли в вашей жизни вот такой страх, который вы перешагиваете? Или не может быть? Я боюсь неизвестности То есть взять ту же темноту, когда ничего не видишь Становится немного не по себе Хотя, когда я нахожусь в состоянии опьянения То я практически ничего не боюсь Я на мотоцикле и на кладбище ночью заезжал На деревенское, на глухое На высоты тоже не боюсь Потому что я из Тарзана прыгал И у меня мечта еще прыгнуть с парашюта Вот Это в Таллине С 80-ти метрового Я боюсь больше всего тюрьму Заключения неволю Потому что мы выступали на зонах, на некоторых И мне достаточно было посмотреть, чтобы туда уже никогда не захотелось Я вообще за то, чтобы со школьного возраста школьников водили на экскурсию На зоны, на тюрьмы И я думаю, уже никто бы не стал преступником То есть вы думаете, что уменьшится рост правонарушителей, если показать, как они там будут Да, однозначно Вопрос такой Скажите, пожалуйста Если вся российская армия считает вас своим девцом То получается, что уже российские заключенные Скорее всего, мужчины, которые сидят в заключении Полюбили ваши песни Потому что я смотрю, у вас есть и тюремная тематика такая Я знаю У меня двоюродный брат сидел в тюрьме недавно Года три назад И там сектор газа просто любит без памяти Особенно им понравилась сказка Маленьким девочкам холодно зимой С улицы девочек взяли мы домой Отпоили, отогрели, под гитару песни спели Сколько на девочках тряпочек блатых Платьев, колготок, сережек золотых Мы снимали их, снимали Наши пальчики устали Ну а девочки торчали Мы расположили их Девок хороших под елку опусти Их шоколадной ешишкой угости Девки сразу станут рады А не суп без шоколада Шоколадом значит надо Если надо угости Девки сразу станут рады А не суп без шоколада Шоколадом значит надо Если надо угости Встанем мы с девками в дружный хоровод Весело, весело встретим Новый год Через две недели нужно Клафаран купить нам дружно Да и девочкам не скучно Они делают аборт Через две недели нужно Клафаран купить нам дружно Да и девочкам не скучно Они делают аборт Вот сегодня одичавшая совершенно кировская молодёжь, мне было, ну честно, приятно на неё посмотреть. Скажите, пожалуйста, это норма поведения на ваших концертах, или это какое-то такое, вам доставило это удовлетворение или нет? Вот так, как ведёт себя кировская молодёжь на ваших концертах. Просто у нас песни, как вы заметили, очень ритмичные, заводные, и поэтому очень трудно усидеть на месте, и даже кто сидит, у него нога подлетает. Вот это, это так должно и быть, мне кажется. А как от кировского концерта ощущение? Хорошее, полное удовлетворение. Тебе совсем не понутру, башка трещит и дёргается глаз. Нет смысла дёргать, гастроном, зажги огонь над косяком, тебе поможет маленький напас. А если на измене ты достали разные понты, и все дела идут наперекос. Глотать нет смысла, валидол, хоть даже ты, как дьявол, зол, тебе поможет мощный паровоз. На обкурку, на обкурку, на обкурку, на обкурку становись. Вот если кончилось бухло, и негде взять, ну как назло, и гости злые, и гости пруты домой. А без гостей тебе не в кайф, и ты гостей не отпускай, ты предложи им дунуть по одной. И сразу станут все легки, раз говорятся языки, и для базара будет много тем. Все будут тихо кофе пить, и всем не вживу, уходить тебе ништяк и никаких проблем. На обкурку, на обкурку, на обкурку, на обкурку становись. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok